Доброго дня, уважаемые коллеги. С вами по-прежнему консультант компании «Решение Верный РФ» Сергей Маслехин. Продолжаем разговор про непростой путь к налоговым льготам, к отсрочкам от мобилизации или от призыва, квалифицированных специалистов льготной ипотеки IT-специалистов. Если пойти с конца, с достигаемой цели по этой матрице, то видно, что последним этапом получения налоговых льгот является сдача деклараций и введение раздельного учета. Например, по доходам. Потому что одним из условий получения доходов налоговых льгот IT-компаний по статье 427 и 284 налогового кодекса по страховым взносам по налогу на прибыль является обеспечение доли выручки от профильного вида деятельности от основного, не менее 70%. Это касается как для IT-компании, так и производителей электроники. Естественно, отсекающим условием является аккредитация IT-компаний или этого самого производителя электроники в соответствующем реестре. IT-компании в реестре Минцифры, проектировщиков, так называемых дизайн-центров электроники и производители отечественной продукции в реестрах Минпрома по 719-му постановлении, по 878-му. А аккредитация IT-компании по 1729 октябрьской версии, сентябрьской версии, которая действует с октября. Соответственно, вот мы уже говорим о раздельном учете доходов в компании, то есть мы возвращаемся немножечко в начало. Вот здесь вот раздельный учет, как минимум по доходам, а иногда и по смете, и вне смете. Проектный учет, если в компании открыто несколько проектов, это условия не только для грантов, но и для налоговых льгот, в частности, по продуктовой линейке. Допустим, та же самая отсрочка от мобилизации или от призыва напрямую завязана на квалификацию специалистов по полученному образованию профильному, по категории, соответственно, которой Министерство образования классификацию дает, по должностным названиям должностей, квалификационным требованиям, должностным инструкциям, прописанным в штатном расписании этим самым названием. Там тоже есть определенные категории, какие специалисты подлежат этим самым отсрочкам мобилизации от призыва. Льготная ипотека завязана в том числе как на категории специалистов, так и на среднюю заработную плату. На долю этих специалистов, которые работают в компании. Соответственно, одним из условий аккредитации, например, в реестре Минпрома, да и в Минцифре тоже, является наличие продукта, IT-решения, цифрового решения или какого-либо электронной продукции, электронной аппаратуры или электронной компонентной базы в реестрах отечественного продукта. То есть то, что производство находится на территории России, и этот самый продукт насыдается на территории России, так называемое 719-е постановление, подтверждение отечественного производства. И, соответственно, прежде чем, например, поставить какое-нибудь изделие в реестр, надо поставить в реестр его компоненты, например, да, то есть узлы-агрегаты, которые оказывают существенное влияние на выполняемую этим самым изделием сложно структурированной продукции функцию. Так, теперь, значит, вот прежде чем аккредитовывать IT-компанию как стартап или действующую компанию, независимо от того, находится ли она в реестре стартапов, есть ли у нее правильные сотрудники, профильные, есть ли у нее продукт, с которым она зарабатывает, есть ли у нее выручка, соблюдается ли там требование 30% далее, уже не 70% для налогов и льгот, а 30% профильной урочки. Но, тем не менее, должен быть какой-нибудь продукт, отечественное аппаратное программное цифровое решение находиться в реестре Минцифры. Это тоже задачка непростая, потому что есть требования к процессу создания этого самого, допустим, того же самого софта или программно-аппаратного комплекса, технологическому стеку, к юридической чистоте. И необходимо определенным образом подготовить проверочный экземпляр, чтобы эксперты Минцифры могли под какой-то ролью зайти и потестить, что программа существует. Я уже не говорю вопросы правовладания, то есть мы автоматически идем еще на предыдущую ступеньку, то есть надо подтвердить либо наличие затрат на неокровном на восьмом счете, либо получить одно из свидетельств на программное обеспечение ИВМ или на патент, или, может быть, интегральную микросхему, смотря что за продукт у вас. В ФИПСе, в Федеральном институте патентной собственности, в Росреестр его еще называют по-другому. Соответственно, для того, чтобы зарегистрировать продукт, надо показать, что над его созданием трудился коллектив, который связан с трудовыми отношениями с своим работодателем, от имени которого подается этот продукт. Много-много тянется на самом деле вопросов. Вот, собственно говоря, тема очень большая, глубокая, и мы очень рассчитываем, что, да, в принципе, понимаем, что вот по этой матрице сразу люди, детали-то всех не поймут. Это не более чем дорожная карта, да, а под каждым из этих квадратиков вкроются целые процедуры, и в каждой процедуре куча своих условий. Соответственно, наши специалисты в этом разобрались. Обратите внимание, какое количество специалистов, каких категорий персонала требуется для того, чтобы разобраться. Это и юристы, и бухгалтера, и бизнес-аналитики, да, и специалисты по электронике, да, и специалисты по софту. Те, кто умеет читать конструкторско-техническую документацию, кто знает, чем отличается техническое задание от описания функциональных требований, да, юзер-гидов и прочих-прочих. Вот, кто знает, что такое PMAI, программа методика испытаний, тестирование, какие виды бывают запуска в эксплуатацию. И много других вопросов, которые регламентируют ГОСТы по СКД, Единой системе конструкторской документации, или где прописаны так называемые возраст и уровень готовности технологических продуктов, системы, технологии самой, так называемые ТРЛы или ОГТ. Соответственно, это очень узкая специализация, квалификация у людей должна быть высокая, потому что это все достаточно непросто. Госорганы придумали многоступенчатую вот эту вот систему. И на самом деле вот путь к налоговым льготам очень даже непростой. Ни каждому стартапу, ни каждой компании его легко пройти. Обращайтесь со своими вопросами. Значит, во-первых, зайдя на вот этот самый сайт, наш решение «Верный РФ». Сейчас я вам покажу, где можно подписаться на наш канал Телеграм. Вот, соответственно, пожалуйста, сквозная ссылочка на любой странице видна. Будьте в курсе событий, подписывайтесь на канал Телеграм. Там, соответственно, мы постим новости, потому что страниц на сайте очень много, больше трех тысяч. И, соответственно, актуальные мы стараемся в Телеграме регулярно размещать. Также можно посмотреть, у компании есть несколько ссылок. Естественно, есть у нас каналы продвижения, есть у нас, вот как я уже сказал, Телеграм-канал, есть Ютуб-канал, есть группа ВКонтакте. Все это можно, на самом деле, посмотреть, почитать. И видеоролики есть, и так далее. Обращайтесь с вопросами. Кто не поленится, очень рекомендую посмотреть, всегда смотреть ветки страниц, которые, ссылки на которые мы выкладываем под видео и в Телеграм-канале, они раскрывают отдельные аспекты вопроса. Вот, будьте в курсе, обращайтесь, читайте сайт. Мы надеемся и видим это по вашим посещениям, что материалы, которые мы публикуем, они полезны для вас. Успехов вам в реализации ваших проектов. Используйте активный государственный ресурс, совмещайте гранты-субсидии с налоговыми льготами, аккредитации со статусами единственный поставщик, сделанного в России. Это позволит вам существенно сэкономить собственные ресурсы, использовать государственные. А для того, чтобы участвовать в программах каких-либо государственных, пройти вот эти аккредитации, надо перечитать в целый ворох, что называется, бумаги. Обращайтесь за консультацией к нашим сотрудникам. Они умеют доносить простым языком мысли и требования, которые описаны в нормативных документах сложным, казенным государевым языком. Успехов вам! С вами коллектив-команда «Решение верный РФ» Сергей Маслёхин. Удачи! Обращайтесь!